Законны ли платные услуги в школе? Короткий ответ на этот вопрос – да, но при ряде условий. Кроме того, есть ограничения по самому порядку приема оплаты этих услуг. Обсудить особенности оказания платных школьных услуг собрались представители городского родительского комитета. Мы считаем вопрос очень актуальный, важный. Это важная часть внебюджетной деятельности любого учреждения. И, конечно, нас всех интересует и качество оказания этих услуг, уровень удовлетворенности родителей, принципы, нормативная база. Главное условие, о котором должен помнить каждый родитель – платные факультативы, спецкурсы, кружки, секции не должны быть обязательными. Такие занятия не могут входить в основное расписание уроков, только во второй половине дня. Кроме того, условия оказания платных услуг – наличие в школе и бесплатных дополнительных занятий. Чиновники призывают родителей обращать внимание на любые нарушения и помнить, что платная программа не должна дублировать основной школьный курс. На сегодняшний момент это самая главная проблема, которая в основном тревожит родителей – не дублирует ли платные образовательные услуги государственный стандарт. Для того, чтобы мы четко понимали, как они должны быть организованы, что является содержанием программ, какие принципы построения этих программ, то, мне кажется, вот эта тема как раз она сегодня и обсуждается с большой пользой. Чиновники призывают родителей быть активными не только в обсуждении возникающих проблем, но также и в выборе спектра платных школьных услуг. Ведь кто, как не мама с папой, знают, что на самом деле нужно их ребенку. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.